Еле сдерживает слезы. Сегодня ночью Анастасия Нестерова осталась без автомобиля. Она уверена, ее машину Ниссан Кашкай подожгли. А поводом, скорее всего, стала профессиональная деятельность. Женщина является одним из руководителей управляющей компании ЖЭК. Сигналка заорала. Мы соскочили с мужем, выглянули. Здесь под капотом уже горит и хлопок. Ну, взрыв был. Все, сразу вызвали полицию, пожарную. Пожарные быстро приехали. Уже раз взрыв был. Пожарные и полиция обнаружили рядом с машиной бутылку, от которой произошел поджог. То есть машину мою подожгли. Я так понимаю, что ты связываешь этот поджог, он как-то связан с твоей профессиональной деятельностью. Да, я считаю так. К тебе какие-то угрозы поступали? Были. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили бутылку с остатками зажигательной смеси. Благо, что пожарные приехали быстро, поэтому соседние машины не сильно пострадали. К месту вызова были высланы две автоцистерны. Начальник ОРОВа доложил, что горит легковой автомобиль. Ниссан, площадь 3 метра квадратных. Ну, загорание быстро было ликвидировано в течение двух минут. Но около легкового автомобиля стоял еще один автомобиль, который тоже маленько пострадал. Там площадь у него где-то около 0,5 метров квадратных. Сейчас выясняется, что это было? Ну, приблизительно, да. Выезжала оперативно-следственная группа и отдел дознания. И, возможно, после проведения всех процедур уже будет сказана причина. Машина после пожара восстановлению не подлежит. Компенсацию хозяйка тоже не получит. Автомобиль не был застрахован. В этой ситуации радует лишь то, что преступление, возможно, будет раскрыто. Полиция располагает приметами поджигателя. В настоящий момент сотрудниками полиции разыскивается неизвестный молодой человек. Его примет рост 165-170 сантиметров. Был одет в черную куртку длиной до середины бедра, на голове капюшон. По версии следствия, именно он может быть причастен к данному преступлению. Кроме того, полиция просит откликнуться и возможных свидетелей происшествия. Обращаться можно по номеру 02.